всем привет на нашем новом объекте опять же не будем долго говорить сразу пойдем смотреть вот поэтому пойдемте знакомиться традиции у нас лобовая на клиновидную рейку снизу сделан поставлена планка и собой втором получается такой отворот да то есть у нас элемент спускается перегибается и цепляется за такой же здесь отворот вот последующем когда будет здесь готов уже фасад вот и здесь уже поставится возле стены планка из тоже из металла будет сшиваться подшива тоже в рейку как у нас сделан объект под названием ролики фальцевая кровля металл silver green зеленого цвета можно посмотреть что у нас тут перфорация сетка капельник вот и видим уже силовой костыль под настенный желоб я вниз потом спущусь и поближе вам покажу в принципе здесь можно посмотреть его хотя внизу покажу здесь у нас что получается разуклонка от хребта идет вот в эту воронку здесь воронка будет находиться вернее лоток воронка здесь будет находиться вот разуклонка сюда и с той стороны тоже будет здесь вот так какую сторону пойти давайте наверно честно на крышу поднимусь и покажу сегодня 31 августа ролик наверное быть на следующей неделе вот здесь у нас будут вентилируемые коньки по хребтам вот здесь еще желоб не стоит сейчас ребята сделали все почти лобовую фронтоны и поставили вот на сетка видите перфорация там тоже видно нужно спуститься посмотреть сейчас он подойдет тем террористом кубанским вот так вот потом ставится элемент потом ставится перфорация она выцепляется за капельный конденсатор и потом уже ставится рейка и потом силовая планка на седьмой оцинковки и потом на нее уже одевается сам капельник так пойдем к ребятам все пацаны придавайте привет всем самый самый главный по тебе скучали где там алексей сергей алексей андрюш корей сергей свадьба бубнич от моей бубники у тебя же день рождение завтра я сейчас я себя подарю приеду мясо поесть что-то я что-то я не видел как это не знали да 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 вот так вот ребята с как интересный у нас кстати впервые заменили мембрану дельта пентакс это пятислойная мембрана вот не 5 слоев самый верхний отвечает за рассказать короче и можно до пяти месяцев оставлять под ультрафиолетом другие пленки там два месяца максимум три месяца то эту пленку можно оставлять на пять месяцев спокойно не переживая что с ней что-то случится под ультрафиолетом поэтому мы здесь пострелили и так скажем больше месяца назад такое чувство что ее не знаю кого-то вчера и пострелили не выгорело ничего да ладно здесь она тоже будет вен конек у нас получается вен конек здесь по центру вот эти вот две вальмы вот так по поводу желоба то есть у нас лоток воронка здесь стоять разуклонку будет отсюда сюда эти потом получается лоток здесь и отсюда пойдет туда здесь перельется через вальму через хребет вот нарисовано пойдет сюда здесь делим треугольник пополам то есть с пол ската пойдет туда и из пол ската туда здесь зеркально тому скату получается вот отсюда пойдет в ту воронку отсюда уже пойдет вот сюда здесь будет лоток в этом месте находиться здесь перельется и пойдет туда и оттуда сюда то здесь примерно 200 квадратов и на 200 квадратов четыре воронки получается это в два раза больше скажем так чем нужно с хорошим запасом взято вот здесь получается что система вентиляции под кровельный то есть у нас выходит забирается там ноги я показывал перфорация будет с этого треугольника и частично с этих скатов выходить вентиляция по вальмовым вентилируемым конькам дальше с этого скаты из этого ската в центральный ответ конек будут переходить выходить вентиляция вот здесь получается что забор воздуха идет и здесь получается фасад у нас труба этот фасад сделан система так что идет воздух поднимается отсюда и вот здесь вот здесь мы просто пока закрыли его вот видно еще где-то сантиметров 5 вот она будет выходить вот отсюда все вот с того ската получается тоже здесь в контрабрусе сделано везде прорезь вентилируем чтобы воздух мог пойти с тех между контрабрусов и уйти в этот скат вот с этого ската получается вентиляция уходит вот здесь здесь тоже запаковано все вот поэтому когда уже будет монтаж здесь будет выход вот вот пять сантиметров примерно то и вот так вот и вот так вот и 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 вот как то вот так вот так вот костыль выглядит вот так вот сделан 07 оцинковки потом сюда еще раз два три дырки чтобы можно было закрутить и все как-то так так сегодня 2 сентября давайте наверное еще раз вокруг обойдем силовую планку я уже показывал силовой костыль для настенного желоба декор показывал не знаю правда изготовление элементов с рейкой еще не снимал но если время будет и желание то сниму одарелых мембрану но не страшно не страшно здесь вот такой переход делать сначала потом уже будет конечный костыль про это я скажу на той стороне сейчас просто вокруг обходим вообще интересный узел у нас треугольника с переходом будет пока точно еще не решили как мы это сделаем вот ну с точки зрения эстетики еще носу дойдем уже и подумай волоска вырос фронт он ничего кто будет делать ты будешь делать или сергеевич поток хорошо то есть будем сейчас показывать как вот этот элемент делается с подъемом наверх и один элементу такой и реку вот здесь мы дошли вот отсюда дальше почему не можем сделать потому что идет сначала сделать поставить желоб с лотком уже сформировать вот потом уже здесь картины подвести сделать примыкание вот потом доделать лобовую часть доски и поставить вот капельник и уже можно дальше продолжать соответственно снизу идем вверх идем обратно не получится никак вот здесь это уже нарисовали видимо вот сейчас покажем как здесь вот этот лопух делается ну для лотка и следующий элемент соответственно у нас каждый элемент должен попадать вот на рейку то есть у нас идет через один элемент вот и по поводу это вот закладной то есть поставили капельник и сверху надо делать вот закладную такую чтобы снизу был тот же цвет что и везде чтобы не было если мы это не поставим получается во первых будет меньше жесткости и во вторых снизу будет грунт вот такой видать поэтому делается закладная по размерам получается у нас здесь по 9 сантиметров мы делаем где-то часть вот здесь у нас 25 получается вот так вот и здесь здесь где-то 30 сантиметров отсюда отсюда вот сейчас будем показывать открывать секреты нам не жалко вот такая угловая планочка сейчас замеры системе я поясню угломер положили красавица это линию вот он так устал и нарисовали вот эту вот линию так ну чё алексей проведет монтаж профессиональный давайте поставим алексею лайк напишем как все молодец алексей уважаемые мы видим но что там выглядит так что нам нужно будет сплавиться и жидкость в полном в основном в великолепном в полном он